Ребята, всем привет! Хочу поздравить вас с наступающим 2021 годом и, конечно, пожелать всем нам больше осознанности, конечно же, здоровья. Все остальное, как показывает опыт, приложится. Самое главное, больше осознанности, больше здоровья. Я записываю этот выпуск 27 декабря 2020 года. Завтра поздно ночью, получается, сегодня. Завтра улетаю, короче, на Алтай с 28 декабря по 6 января. Так утеплился нехило. В Сибири я был, в Иркутске был, в Улан-Удэ, в Чите, в этих городах был. Много где был, когда работал менеджером оптовых продаж. Целых 8 лет посвятил этой деятельности. Было очень интересно. Снимаю на Panasonic G100. Прекрасная камера для блогеров. Я о ней чуть расскажу. И плюсы, и минусы, особенности, недостатки. Все как обычно. Микрофон используется сейчас интеллектуальный. Можно сделать, чтобы только меня писало. Самое главное, конечно, хочется, чтобы то безумие, которое мы наблюдаем в 2020-м, не повторялось никогда. Потому что то, что происходит, конечно, это жутко. Это ужасно. Слов нет просто. Ладно, я надеюсь, на Алтае я перезагружусь. Скорее всего, я оттуда привезу видео. Расскажу, как там вообще. Потому что, кроме гаджетов, о которых, собственно, канал, которым я занимаюсь уже 8 лет, иногда проскакивают, конечно, обзоры на путешествия Краснодар-Ростов-на-Дону, к примеру. Достаточно интересно. Вы смотрите. И, надеюсь, голова не кружится. Камера, в принципе, создана для этого. Это камера для блогеров, называется. Она у меня лежит уже чуть ли не с лета. И надо на нее давно делать обзор уже. Вернусь и сниму, расскажу. Ладно, не буду я лить воду, так называемую. Периодически кто-то спрашивает, что случилось с Дзен-каналом. Очень плохая история. Меня заблокировали. Хотя Дзен-канал какое-то время генерировал трафик в два раза. Да не в два, а в несколько раз больше, если считать уникальные дочитывания. Там было 2 миллиона уникальных дочитываний в лучшие времена. 2 миллиона уникальных дочитываний. Это федеральный уровень, фактически, который я создал сам, разумеется. Один, в одиночку. Последнее время там, конечно, было меньше. Но за кликбейт меня заблокировали. Там было огромное количество кремлеботов. Там писали слава Путину. Правительство делает все правильно. Желали мне смерти. Грозили карами, полицией, чем-то еще. Чего только мне там не писали кремлеботы. Это было жутко. В нашей стране, конечно, невозможно высказывать любое мнение. Отличие от того, что транслируется по телевидению. Это совершенно исключено. Всех затыкают. В лучшем случае просто блокируют каналы. Я не считаю себя каким-то особенным. За кликбейт меня заблокировали. Но кликбейт был, например, к примеру, я написал, посмотрел в онлайн... Название. Посмотрел онлайн камеры по всему миру. Люди не носят маски. И действительно, я сделал скриншоты онлайн. В Китае особенно, где началось все это. Люди толпы ходят по улицам, заходят в магазины, и там не видно, что кто-то натягивает маску. Меня за это заблокировали, как кликбейт. Ну, слов нет. Я был, мягко говоря, разочарован. Я был в ярости. Я человек прямой. И не только в интернете я кому-то, если резко отвечаю. Если что, я... Половина крови у меня грузинская. Я человек достаточно горячий, уравновешенный. Но я был просто в ярости. Я был просто в шоке от того, что произошло. И не деньги жалко, которые капали. С деньгами я достаточно давно понял. Деньги это энергия всего лишь. И когда перестал на них циклиться, их стало больше приходить просто. Сейчас я, например, как автор пишу для пары проектов неожиданно для себя, без всякого журналистского образования. Пусть кривенько где-то, я это признаю. Но мне платят деньги за то, что я пишу статьи по технике, разумеется. Никакой политики, ни в чем. Источников доходов появляется больше. Я просто отпустил эту ситуацию с деньгами, перестал на них циклиться. Конечно, да, мне хочется большего. Мне хочется свое жилье наконец-то. Хотя я москвич, родился и живу в Москве. Да ладно, чего я вам тут распинаюсь, рассказываю. Не всем далеко это интересно. Взрослый дядька тут что-то рассказывает о каком-то дзене, о чем-то. Ребят, все, кто досмотрел до конца, жму руку. Большое спасибо за то, что смотрите меня. С уважением ко всем Давид. И разыграю наушники. Но это будет на стриме. Bluetooth 5 наушники неплохие, стоимость 4000. Нормальные. На стриме разыграю, когда вернусь. Получается, в январе. Счастливо, друзья. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ